Вот эта история с неурожаем, про которую говорили сегодня в Думе коммунисты, насколько она серьезная. Смотрите, наше правительство на прошедшем только что саммите АТС объявило Россию гарантом продовольственной безопасности Азиатско-Техокеанского региона. Значит ли это, что у нас так много зерна и другой продукции сельского хозяйства, что мы в силах прокормить полмира? Нет, это значит только одно. Поскольку у американцев из-за аномальной засухи в этом году погиб урожай, мы готовы принять у вас те денежки, которые вы хотели отдать американцам. Эти красивые слова про гаранта, просто реклама наших торговцев с зерном. В принципе, продовольственная безопасность в стране абсолютно обеспечена. Там есть всякие нюансы по регулированию, когда нужны интервенции, когда нужна помощь, когда нужно что-то там откупать на рынке. Но более-менее правительство с этим справляется. Сегодняшние дискуссии в Думе только лишний раз говорят о непрофессионализме этого органа. Он вообще делом не своим занят. Им надо принимать правильные законы, самостоятельно их разрабатывать. Они рассуждают на любую тему, как правило, очень плохо разбираясь в предмете. Конечно, урожай зерновых этого года превысил показатели катастрофического 2010-го, когда погибло 30% урожая, а в этом году погибло всего-то 20%. Зерно – это базовый товар для всего сельского хозяйства, для всей продуктовой цепочки. Значит, мало того, что на него ориентируются все остальные цены, которых, может быть, и не принимает участие зерно в производстве, да, но это напрямую влияет на животноводческую продукцию, потому что корма дорожают, соответственно, имеют тенденцию к роста цена на свинину, на курицу, на крупный рогатый скот и так далее и тому подобное. Чтобы понять размах нашей торговли зерном, давайте посмотрим пришедшую сегодня статистику по грузам, которые идут на экспорт только по одному морскому порту Таганрог за последние полгода. Я не беру новороссийский порт, основные ворота нашего зернового экспорта, специально, чтобы не смазывать картинку. Итак, из всех экспортных грузов Таганрогского порта на первом месте нефтепродукты 41% от всего экспорта, на втором зерно 28%, а на третьем уголь 25%. То есть только через один порт зерна вывезли из страны всего на 10% меньше нефтепродуктов. Основным игроком на мировом рынке сельхозпроизводства являются, конечно, страны США, Китай, Европа, ЕС, так называемые. Мы, к сожалению, в основные рынки не входим, мировые. Хотя, на самом деле, в последнее время из-за большого производства зерна, и даже не из-за того, что много производим, а от того, что мы мало потребляем, то есть мы вывозим зерно и вывозим мясо. Вот поэтому мы можем продать много зерна. Оно не совсем качественное, оно достаточно низкое в цене, и поэтому востребовано. Понимаете, наше зерно не очень качественно, например, потому что мы на гектар пашни кладем не 700 килограмм удобрений, как в Голландии, а 19. Оно достаточно низкое в цене, и поэтому его охотно покупают. Что же делают из нашего зерна? Италия покупает его для производства спагетти, Германия гонит из него спирт и делает шнапс, а вот в Восточной Германии из низкосортного российского зерна продолжают выпекать хлеб. Скандинавия из нашей пшеницы также гонит спирт, а вот гречиху нашу покупает Британия на корм для свиней. При этом в России не остается дешевого зерна для нашей собственной скотины, и поэтому мы привозим мясо из-за рубежа. Но для скотины это ладно. Низкосортная пшеница идет для выпечки недорогого хлеба, а чтобы он был хотя бы похож на настоящий, в него приходится добавлять соответствующие химические вещества. Мне кажется, правительство не понимает, что главное сначала качественно и дешево накормить собственное население, а уже потом продавать излишки зерна, набивая карманы дружественным бизнесменам, а не наоборот продать зерно, а остатками кормить народ. Задача тем более сложная, что проблемы климатические накладываются на проблемы сокращения сельхозземель. В советское время в РСФСР было более 9 миллионов орошаемых земель только. Сегодня полтора и два миллиона мы не наберем. Применение минеральных удобрений и передовых технологий сегодня недостаточно. Кое-где, а точнее по большому счету упрощенные схемы в растеневодстве применяются. Плюс порядка 40 миллионов гектар пашни этой земельской хвост назначения заброшены в результате непродуманных либеральных реформ начала 90-х годов. Это на самом деле так. Представьте, именно минутку, если бы 40 миллионов гектар, хотя бы по 10 центнеров с гектара, это 40 миллионов тонн зерна было бы. Эксперты говорят, голода не будет. Будет повышение цен. Другой вопрос. До какого уровня должны повыситься цены в России, за которым начнется угроза голода? По мнению специалистов ООН, когда 50% населения не смогут обеспечивать себя едой. Конечно, нам до этого далеко. Но пугает другое. Мы движемся все-таки в этом направлении, а не в обратном. Медленно, шажочками, но в этом. Так что правительство может сколько угодно объявлять нас гарантом продовольственной безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главное, чтобы она когда-нибудь стала гарантом продовольственной безопасности собственной страны.